метроном лучший друг гитариста не только гитарист и политика что же касаемо гитарту большую часть времени используют эту рабочую лошадку айбон с модель мтм 2 подписная модель мика томпсон и слепно очень хорошо себя показала гитара выпускался на 2007-2011 период очень тяжел найти в рознице плюс мной был произведен апгрейд точнее сказать несколько апгрейдов то что я заменил пассивные стоковые датчики айбон с в 7 и в 8 на активный сэмур данкан айсб 3 black house тоже тонсоновские бриджевые на основе керамических магнитов на кого и на основе магнитов алмурка 5 плюс такой хруст нахлёст и прям выраженные низкие частоты такие круги басы вообще не хочу менять датчики это мне кажется они идеально вписываются по 5 метров по звуку трехпозиционный переключатель ручка громкости fixed edge 3 bridge дека из красного дерева гриф клен 5 кусков вставками из ореха накладочка палисандр 24 лада jumbo flats реверсированный перрон мне кажется будет здорово конечно крепление на болтах и полностью лакированный гриф инструмент уже настолько мною обыкновенно что удобнее гитары и не принадлежит баууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу все получается очень четко и сладенько вот так ну что же касательно нее так ребят эта форма очень удобная можно положить и так всяк или и так то на что гораздо модель esp rs1 custom shop с позолоченной фурнитурой модель финского гитариста роу полотвала отличная гитара с явно выраженные нижней середины и прям такая пробивная напоминает по звуку характер гитары записях группа мономар вот что-то примерно такое пробивное такое отличный звук отличный корпус альха гриф плен из трех кусков накладка черное дерево бритч лойд рост оригинал один хамбакер на основе керамических магнитов американский сэмур данкон invader sh 8 заказывал официальных дистрибьюторов есть по гитар в россии это компания валон декабре 2011 года был сделан заказ и не только в июле 2012 года мне ее прислали отличный японский инструмент ручной сборки кастом-шоп это заебись ребят позади гриф покрыт небольшим слоем лака и такой довольно скользящий удобный так следующая модель вот она вот она стрела моей мечты стрела счастья модель есть пэро хэр тоже кастом-шоп тоже мне делал какой-то японский дядька корпус альха гриф плен из трех кусков накладка черное дерево один датчик пассивный емджи эйчисет fh2 но на активном бустере м м04 то есть у нас есть переключатель бустер питается от батарейки типа крона здесь корпусе специальный отсек для нее если мы вытащим батарейку гитара звучать не будет то есть как-то датчик зависит от переключателя и без батарейки не работает хотя это пассивный датчик также флойд роуз оригинал по характеру гитара верхастенькая визжащая плотная пробивная в принципе один датчик пилить не перепилить просто можно гитара заказывал в сентябре 2010 сделали мне ее к июню 2011 желтые полосы спереди и сзади вот такая вот гитара очень серьезный инструмент очень им дорожу дополнительные гитары фендер стратокастер а точнее сквайр дочерний фирма фендер более дешевая фирменный стекло фендера здесь присутствует вполне три сингла корпус липа гриф клен накладка палисандр одна ручка громкости две ручки тембра пятипозиционный тут и сюды 21 лад граммированные колки бендеровский звучки родные фендер сингл койл и стандартная фендерская тремоло использую для чистого звука чуть-чуть перегруженного чтобы побаловаться проиграть что-то более легкого и блюзовая и не только блюзовая гитара классическая хоккнер hc 06 задняя дека из красного дерева передняя из ели накладка палисандр крашеный палисандр сука нейлоновые струны 18 ладов поиграем ну здесь висит арктическая гитара артей на трех плодах играть можно дальше беда и да ну и самая легенда это первая гитара козу ранку лопута твою мать нет нет ты вот это покажи вот она рабочий исправно то листок у нас компактинг позиции позиционник не звучала она конечно домашние комбики которые используются у меня тут а в основном есть будет джеймс 8 транзистор для дома звучит очень хорошо это уже другого для чистого звука звучит перекрыть здесь но чистый звучит ахминительно и за это я его просто не люблю медиаторы обожаю такие вот джаз 3 там лопутские маленькие остренькие и для шрэдинга и для атаки вообще самая красота у нас все песни вот так настроены в рэк и собственно струны используют чуть потолще диар речь 1150 но в принципе все что касается примочек на репетиционной точке и те что мы берем с собой на концертной площадке значит самое основное это конечно же питание здесь мы приобрели и расов ps8 дает хорошее питание шуршание примочек уже позади что радует раньше эта проблема меня одолевала собственно гитара у нас втыкается в полетюн 2 здесь электроник далее идет кулакушку данлоп дб01 далее грелочка японская максон од 808 и если на концертной площадке хреновый перегруз хреновый силки это подключается дисторшн кран стопус максимус собственно после этого дела но все идет усилитель дальше петля эффект петля эффектов приходит нас к двумя делай дело 1 используется для поддержания эффекта легенького делая а второго же используется для клааки он более сильно накручен и в некоторых песнях он кстати выражается когда нужно заполонить в лак и дуга микс собственно такой педалборд дальше внешне идет у нас футсвич футсвич переключает режим работы усилителя эверберацию можно выключить сюда кнопочка икс мод добавляет верхней частоты получается такой хрустящий ключок чанн переключения канала с чистого на перегруз и дуга-сюду и обратно и овердрайд добавляет перегруза для чистого звука тяжеленький металлический так пережил много чего вот такой вот педалборд куда все идет транзисторный альбан стп x150h 150 ватт транзисторного зла и в принципе звучит доброта использую не стремлюсь пьет а 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 и а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok